здравствуйте будем начинать с рекламной паузы с музыкой да какую вы не любите ну что ребят приветствую вас и знаете где мы сейчас находимся мы с вами находимся на парковке и вчера я встретился с главного парковки и решил здесь наконец-то решился купить себе парковку fünf и батаршая купить себе парковку решился купить парковку думал как почему-то арендую как лох ну реально так лошара кончена на дупи себе парковку а лучше две потому что я думаю что я один долго жить не как говорится не буду один ходить в девках и что вы думаете если бутылки звучат а это что у меня вчера мой постоянно клиент вчера не мочко оставил хочу быть завтра появится на прокат ехать соберу ночью нормально хочу мать не знает отец не сдаст жена никогда в жизни не сможет облить меня ладно шучу стебусь ладно ну и в общем решил я посмотреть по итогу парковок нет 1 до парковок нет а последние парковки которые были проданы они были проданы тихо-тихо-тихо они были проданы ребят по 4 миллиона рублей общем две парковки обойдутся вот в этом месте где ставлю 8 миллионов за две парковки парковки соответственно по 14 квадратных метров ребят а вы все еще наивные хотите купить 5 квадратных метров на светлане в доме который построен по серверам закон 214 у вас все нормально за головой а ребят ну ходите нам телефон свой психолога конечно многие конечно она не очень хорошо помогает но это же бред вас неправильно с головой серьезно говорю ну да ладно пробежимся на основном блока потом еще будет вторая часть на проверку вашей адекватности значит так жители абхазии сбывали в сочи фальшивые деньги кто бы сомневался да где в сочи планируют отремонтировать дорогу на 1 3 триллиона рублей но представляет себе на 1 и 3 а не занят не триллион миллиарда на 1 3 ладно так каждый раз у крадут поступят по 200 миллионов и вы трассы думаю то же самое будет но хотя бейте хотя бы крадут там хотя бы круто 20 процентов это думал что вообще все процентов крадут оказывается нет ну в общем до 5 сайте и ты поэтому начинаешь задумываться зачем вот берут примеру дорога хорошая вы сейчас его возьмут снимут и опять такую же дорогу сделает это примерно в сочи происходит власти грузии решили разобраться с панаехами с россиянами и знаете что говорят у нас вроде бы там вчера новость была все теперь между грузией там будет авиасообщение согласно и так далее а президент абхазии ведь ребят русские да пошли бы вы нахер вы нам нахер не усрались к вы нам не нужны здесь будет сакуны вы конченые понимаете не нужны вы нам а еще вот мы сейчас делаем поправки чтобы вы не могли у нас устраиваться на работу а еще то а еще это и лавров такой ну как так ну вроде бы могут ну нормально все должно они лавру будет лавров ты конечно молодец красавчик но давай как-нибудь со своими конченными сакунами которые просто бегут с россии ты давай как-нибудь сам справляйся понимаешь здесь вот максим будет видеоролик хороший снял и снял в костюме до синяя куртка желтые штаны ну хороший дорогой костюм купил себе качественно такие костюмы больше не привозят и так далее и люди прям что-то они ушли нашли в комментариях как ты в таком костюме ну ё-моё вот это вот это да это макс беспредельщик ладно кто-то взял молча уехал в грузию это нормально любому человек казаха ну как он посмел синим слушайте ну как бы и когда ты пишешь у казахи ну казахи а что у вас на флаге синего цвета нет что не буду или все или все что связано с синим цветом да точнее не синим на голубым цветом уже все это как бы и на российской флаге есть голубое что вас смущает моем костюме особенно казахов который пишет но я же вижу по ошибкам что казахи пишут а что у с вами не так ладно едем дальше это просто какая-то жесть россияна склад о переезде флориду много жили в этом в россии ведь я работал жена работала на двоих получали соточку в принципе хватало все хорошо было но тут мы решили осуществить американскую мечту переехать в америку флориду и соответственно все продали решили там зарабатывать миллион еще миллионы миллиарды вышли зарабатывать ну и что вы поехали бы туда где я дает мужик будет мужик говорит красавчик будет просто дает просто боженька гает просто ягод не мог устроиться на работу то одно то другое то третье то четвертое нахрен ягод там никому не нужен а вот моя жена устроилась на работу и соответственно зарабатывала там подряд что работала там ну 100 долларов в день максимум там 100 долларов по итогу без выходных она зарабатывалась 3000 долларов но чтобы понимали ведь если ведь мы на 100 тысяч рублей на двоих жили в россии прям нормально хорошо жили то там 3000 долларов это только аренда за съемный дом и тому подобное потом я тоже начал стоил ну устроился на работу тоже начал пахать там доставщикам еды там в обслуге и так далее неуважаемой профессии максимум 80 долларов на итоге да мы нам зарабатываем там 5000 долларов на двоих но ребята это 5000 долларов на двоих это наверное все равно эквивалент вот если взять в америку да эквивалент все равно что мы зарабатывали в 500 долларов 500 долларов вот в россии ну просто там коммуналка безумно дорогая все безумно дорого съемка это безумно дорогой все и по итогу получается если те деньги зарабатывать там и жить в россии да супер да классно ну там нет короче решили возвращаться назад но все расскажут поеду в америку и все и жизнь удастся да я тоже как бы я считаю что конечно я тоже я скажу честно у меня так заработок в сочи небольшой дальнейшем работы обычным простым риэлтором я посмотрел получается у меня средняя зарплата получается ну ну реально средняя зарплата за прошлый год получилось всего лишь 15 тысяч вот так бы так всего лишь получилось пятна а нет строп не 15-2000oka ж 210000 think поэтому конечно хотелось бы зарабатывать больше потому что я понимаю даже понимаешь на 20 тысяч но прожить просто не реально хотелось бы зарабатывать как минимум как минимум хотелось бы зарабатывать 5500055 понимаете но зарабатывать меньше ничего страшного есть куда расти ладно теперь следующем я была в ужасе от лохотрона россиянка рассказал как я нагрели в турции пришила нас мечети переехать на площадь такси до дошла к таксисту таксиста хотелось не взять полторы тысячи рублей типа там все красным так далее это конечно пишет женщина ну блин женщина но отмечить до площадь такси в стамбуле там идти там может быть 25 минут может пешком пройти там тем более погода классная там посмотреть я вообще в стамбуле только один раз взял такси доехал до этого места где было очень много тюльпанов и все почему это доехал для ты был очень прост потому что ну не знаю так получилось короче и это же это поехал меня там тоже таксист жестко поимел там нет приложений так далее обратно я приехал 2,5 раза дешевле это нормально любом таком городе особенно сейчас в турции в турции понимаете идет челлендж если ты не поимеешь русского значит ты все значит и лошара конченная старается старается иметь иметь жестко и так далее тоже сейчас одна девушка встречался показывал квартиру да она приезжает в португалию но решил приколоться знаете решил закосить под казаха под тупого казаха есть костюмные казахи да как бы я к нему уважительно отношусь тупой казах я взял решил закосить тупого казаха спрашивает чей крым но она раз португалию взять и наверно такие вопросы будут задавать да там может там тоже казахи португалии живут мало ли что она ну как такие вопросы не сдают там все а потом будет ну чей крым ну конечно же украинский ответ хороший в европе примут нормально как бы народ а тут максим блин в костюме пролетелся в синяя куртка желтой штаны вот это вот этот вот это вот беспредельщик ладно ползем сами дальше короче мораль то базе такого приехать в туристический город ходить пешком ну серьезно как бы тем более если там не разбираетесь ничего и если чувствуете что на вас на лбу написано что у вас готовы все поймите где финансово конечно не так поймите в финансово 90 миллионов рублей потратит сочи на ремонт одного театра и двух музеев это немного небольшие деньги 90 миллионов у нас сейчас ремонт у меня там знакомый делает гораздо дороже в этом знакомый ремонт делать дороже в своей своем доме понимаете поэтому давайте нормально все тратите тратит ну и спасибо маленький джедай маленький слушай ну в желтом выставляете он прошел желтом маленький ну как бы который чуть постарше а это как его который на руках в синим понимаете как у меня получается синий желтый слушать это вместе это получается то не воплево беспредел че надо двое детей расстрелять что ли на месте ваша такая логика я тоже мне знаете это не занимание просто мне там написал мой друг будет макс зашумки в комментариях подложим так класса покаталась так вас заснял дать ялку просто в шоке я знаю как тяжело там я тебя видел где ты с этим дырыным будет катался к 3 метровом и это все понимает что там как бы ты хотел передать все но я пришла комментарии в тебе сколько давайте я это я вообще не матерюсь по жизни чего как бы но он мне говорит ну я скажу как как он мне сказал то что я вообще против ну используя матершинных слов и так далее могут макс мы посмотрите в комментариях каждый второй долбоеб вот как бы он не так усел я против того чтобы мне вообще никогда не использую ничего это просто надо было дословно сказать я его чудом такого ну почитал там ну да и за куртки там из-за штанов там из-за чего-то еще думаю ну ё-моё думаю он автобус представляете вот сейчас вот этот автобус это с политикой вот впереди да такой красивый да синенький вы сейчас представляете себе рядышком станет такси желтая и что нужно сделать правильно расстрелять и автобусы такси ну сочетание сочетание не сочетание желтого правильно и синего вот так ладно и с вами дальше прокатился в сочи на переезжему грозит до пяти лет тюрьмы за кражу велосипеда из подъезда и умы я думаю уже такое нас правильного антибиотик тут украл велосипед и угримела на 8 лет а здесь вагоны можно воровать может он 140 миллионов говорит своровали говорит когда делали дороги ведь дороги в сочи ли 140 миллионов ничего получит условку да и все а тут велосипед украл там за 20 тысяч за пять тысяч украл велосипед и все и в тюрьму сразу блин справедливость есть как вы ходите в уборную в россии россиян рассказал чем его спрашивает местный дал приехал в финляндию он кто фигурт ягод фигурт ну я не хочу дать ему будет конкурс тупых вопросов мы дать вашего россиян не понимаем ну как так так у вас ночью будет аптеки ведь не работают вы а цветочный магазин работает ну как так то ну а что говорит понимаешь да если ведь жена говорит разозлилась на тебя если там забухал там идешь поздно то тебе говорит в аптеке ведь никакие концерт контрацептируют не помогут быть что лучше купить цветы говорит но это граждан к каждому русский мужик знает и все да и вообще этого цен как бы ночью у нас вряд ли пойдет там не за головной боль так далее а вот если ночью вдруг переспечит и ты захочешь там подойти на жоп приключения конечно тебе верующий твое что точно магазин вот такая логики у вас это уборные ведь страшные два страшные но это уборно страшно во всей россии а если мы берем сами сочи то в сочи уборно уборно знаете давайте переведу на ваш советский язык туалет под сочи туалета нормальная ну реально нормально туалета как бы ну как бы не стыдно туда идти и так далее вот у нас на нормально ну и общем такие всякие тупые вопросы и так далее одетый мужчина прыгнул в море и делал житель сочи а все же для чего тикток рулит да что объединяет художника и музыканта или в сочи пройдет высадку партийности живописи вы его по партитуры извиняюсь партитуру живопись офигеть у них все там через одно место россиянка сказал что и не понравилось в турции за тебя да там дофига чего не нравится еще старюсь не путайте пожалуйста одно дело когда вы туристы и когда вас можно поиметь на каждом шагу понимаете это одно а другое дело когда вы становитесь конкурентом тем же самым понимаете то же самое вот и в сочи одно дело когда вы приезжаете в сочи и являетесь туристом где вас имеет там каждый там как любая консьержка вас готова поиметь там все готовы а другое дело когда вы приезжаете делаете конкуренцию он посмотрите как я стал врагом номер один для всех я приехал и сломал эту игру я просто перевернул весь этот курятник да который называется риэлторство взял просто сломал показал что можно работать честно показал что можно работать открыто показал что так что себя и так далее стал врагом номер один метод до сих пор до сих пор кипятком писаются все конкуренты до сих пор но понимаете как будто другое понимаете вот когда-то когда вы являетесь гостем это одно дело а другое дело замечали когда с девушкой встречаетесь встречать у нас хорошая милая все поженились все она превратилась в бестию все она добилась все все на выиграл главный приз теперь она может ноги не сука не брить теперь она может там ходить в трусах в страшных а не в красивых которых обычно как бы везде продаются теперь она там может еще что-нибудь теперь там она может вас встречать в этом непонятно в чем в пижаме там в ритузах на чесах и так далее а пока на замуж не вышла вы не поженились все было хорошо красиво и романтично вот так вот фильм на курины чепой фильм чебурашка собрал 760 миллионов рублей за выходные охренеть 760 миллионов рублей россияне могут бесплатно лечиться в частной клинике об этом можете прочитать на сайте на порно хаби ну потому что это только из категории фантастики значит так тряпки ведь тоже средства личной гигиены в центре сочи устранили излив канализации ну да если у нас личная гигиена еще это ну понятно кто у нас свинотики да кто у нас женщина что ли получается я часто вижу женщин которые умудряются памперсы памперсы выкидывать в окно и так далее но ё-моё вот так неразумно тратить деньги впустую россиянка рассказал почему она больше не вернется в крым и почему же в своем блоге она сказала что крым это особенно для нее место полуостров много чего за отсутствие хороших условий для туристов девушка сравнила крымский и турецкий гостиничный сервис блин турцию сравните и крым это сравнить хрен с травой на ручка ребят но это несравнимая но это все равно что взять и начать сейчас сравнивать там приору например и королу ну понятно что какая бы приора не была какая бы не было заниженный какая бы там не стоял бы прямоток какая бы там сам музыка но понятно что неэтично сравнить приору и королу но согласно со мной то же самое и неэтично сравнивать турцию да и в принципе крымский полуостров турция это отдельная каста понимаете это отдельная коста и если уж хочется сравнивать крым крым нужно сравнивать где-нибудь там не за этом с геленджиком нужно сравнивать с ялтой можно сравнивать с Туапсе, нужно сравнить что-нибудь с этим подобным. Также Крым можно сравнить с Абхазией. Это будет нормально, примерно два одинаковых. Там только больше у нас украинцев, да, тех самых. Там больше, получается, как раз вот Абхазов, да. Ну, как бы и у тех, и у тех есть определенный негатив к нам, к русским. Потому что и Абхазы считают, что мы что-то для них плохое сделали, там какие-то там для них завоеватели непонятно какие и так далее. Лучше без русских. Мир без русского мира гораздо лучше. Что в Крыму, там у них есть определенные такие нотки негатива, да. Слава Богу, было и там, и там могу. Но сравнивать с Турцией, это сравнивать несравнимое. Турцию вот можно сравнивать, да, например, вот именно по подходу. Можно сравнивать там с Тунисом, там, можно сравнивать Турцию с Египтом. И даже Турцию в последнее время сравнивать с Доминиканой, да. Вот такая же концепция, все включено и тому подобное. Турцию можно сравнить. Но нельзя Турцию сравнить в том числе и Сочи, потому что это абсолютно разный вид отдыха. Это абсолютно разный вид отдыха. Так же, как Турцию нельзя сравнивать с Испанией. Это абсолютно другой вид отдыха, понимаете. Так же Турцию нельзя сравнивать с Таиландом. Это абсолютно другой вид отдыха, другая концепция. Ну, я вам серьезно говорю. Ну, вот как бы так. Поэтому не надо сравнить несравнимые Кстати, вот тоже интересные новости Верблюд забил до смерти Сторожа Охотничьей базы В Омской области У меня сразу, знаете, у меня в голове Сразу, знаете, такой бардак появился Омск, ну понятно Верблюд, верблюд в Омске Да, там минус 30 не бывает Ну ладно, сторож Охотничьей базы Охотничьей базы, верблюд, сторож Офигеть просто можно Я к верблюду больше подходить не буду Можно ехать и зарабатывать Россиянка рассказала о востребованных профессиях в Таиланде Если вы хороший, красивый мужчина Вы можете приехать в Таиланд Вам недорого Сделают апгрейд И все, и сможете зарабатывать Вообще, как бы в Таиланде Вот у меня сейчас вдруг вернулся в Таиланде Там прожил 2,5 месяца Там, во-первых, зарабатывать не вариант Там просто, как бы Если у вас есть пассивный бизнес, пассивный доход Такой вариант, как, например, вы купили себе 10 апартаментов Например, в Адлере Где себе Максим купил Я вчера возил, кстати, своего клиента Который уже 144 года И он туда приехал, просто обалдел Говорит, Макс, ну реально, говорит, видео не может передать Там реально все круто, все классно Просто бомбически Я говорю, ну да, конечно, бомбически И все, и скорее всего он там 5 апартаментов себе заберет Потому что благодаря мне очень много заработал денег Ну реально, я ему очень много заработал денег Вот как бы так И понимаешь, что там, как бы, на том объекте тоже можно заработать Кто-то спрашивает, реально же ли в Сочи купить себе жилье законное, безопасное Чтобы был бассейн Чтобы вся была инфраструктура там за 3 миллиона 400 Да, реально, как бы Но таких вариантов очень-очень мало И становится все меньше, меньше, меньше И говорю, даже тот человек, который живет в Сочи 4 года Который чего только не покупал Чего только у него не было И он, пока мы сейчас с ним приехали на то место Он говорит, обалдел Говорит, ну реально крутое, перспективное, классное место А многие из вас все еще тупят Ну бывает такое Надеются купить квартиру за 4 миллиона в жилом комплексе Москва Когда парковка в жилом комплексе Остров мечты Парковка в 14 квадратных метров стоит 4 миллиона рублей А кто-то из вас все мечтает 50 квадратных метров взять за 4 миллиона в хорошем законном доме Вам лечиться нужно А потом, когда не получается взять Заходится в комментарии и начинается Значит, давайте, вот я даже для интереса вам даже прочитаю Давайте для интереса, да, вот как бы Давайте для интереса прочитаю Ну-ка, ну-ка Значит так Ну-ка, ну-ка давайте Значит так Интересные цвета в вашем костюме С подтекстом это пишет Наташа Шубенко Нет, это просто у вас в голове интересные цвета У меня просто, я взял хорошую, качественную, не знаю, одежду, дорогую Значит так Значит так, дальше Да уж, насчет костюма дизлайк Как можно было одевать его в такое время? А какое время? И за что дизлайк? За то, что у меня штаны желтые? А? За что дизлайк-то? Или за то, что куртка у меня голубая? А? За что дизлайк-то? Влад Клешков У вас что? Я не пойму Ладно Моисеев Денис Интерьер по недвижимости Все хорошо, кроме костюма Ребят, ну конечно все хорошо, кроме костюма Представляете себе? Вы решите купить такой же костюм? Вот такой костюм Вот я зашел, да? Хотел купить другие Я знал, что такое все будет Я знал, что будет срач Потому что я знаю, что у меня дебилов хватает Как минимум 20% У нас по статистике это дебилоиды конченные Вы представляете себе? Вот сейчас возьмет, у нас станет синий автобус Синий вот этот голубенький красивый автобус И станет желтый такси Их реально по вашей логике надо обоих расстрелять Они не могут рядышком стоять Автобус и такси Они не могут стоять на автобусной остановке Автобус и такси, понимаете? Поэтому как бы я прекрасно понимаю И вот тоже зашел, посадил Но чтобы на секундочку Вот такой костюм, который я катаюсь Он стоит 270 тысяч Конечно, мне чисто жалко Я за него потратил хорошие деньги Тем более фирма сейчас ушла Штаны, которые, да, я заказал себе другие штаны Я заказал красные Вот у меня будет синяя куртка И красные штаны Да, но они придут по размеру на следующей неделе Поэтому не переживайте Только из-за костюма Не стал смотреть ролик Не надо провоцировать народ Ты таким самым образом потеряешь подписчиков Влад Плешков Да пошел бы ты нахер Вот как бы вообще не жалко тебя потерять Иди нахер Ну серьезно Если тебе мой костюм не нравится Из-за этого ты не стал смотреть Да иди нахер просто Вот серьезно говорю О, все Теперь спокойно можно Итак, ребят Квартир за 4 миллиона рублей не бывает Самая дешевая квартира Специально сейчас посмотрел Это жилой комплекс Рио На Рио 15 Который находится у нас на Лысой горе Ой, извиняюсь, на Лысой горе И там 19 квадратных метров Вы можете купить за 4 миллиона 750 4 миллиона 750 Это будет в третий этаж С видом соседний дом и так далее Если хочется еще дешевле То это 3 миллиона 417 квадратных метров И это будет у нас в Адлере Хороший, безопасный, законный комплекс Ну и само собой У меня тоже там некоторые спрашивали Что там с Моривидова? Расскажи А что с Моривидова? Люди живут, коммуникации подключены Все хорошо, все прекрасно Или у вас там какая-то старая информация Решили меня как-то подколоть и так далее Ребят, ну еще раз повторюсь Перед тем, как задавать тупой вопрос Ну загуглите, посмотрите, пожалуйста А потом уже делать Потому что вы глупо выглядите Серьезно И мне вот тоже вчерашний Мой клиент сказал Макс, ну ты много негативишь с утра Да я стараюсь негативить Ну понимаете? Ну и просто игнорировать Не давать обратную связь Тоже с моей стороны нехорошо И с моей стороны неправильно И вот говорю, вот просто для интереса Если у нас появится, является какое-то горячее предложение У меня минимум есть 3 человека Даже 4 человека, я про этого человека забыл Которые сидят в Сочи на деньгах У которых всегда есть с собой полтинник 50 миллионов рублей, 50 миллионов И которые с большим удовольствием Какое-нибудь горячее предложение готовы сразу выкупить Которые не будут спрашивать документы Которые не будут спрашивать еще Не будут задавать тупых вопросов никаких, понимаете? Поэтому еще раз повторюсь Вам, кто смотрит, никогда в жизни вы себе не возьмете предложение ниже рынка Я никогда в жизни вы не сможете себе купить горячее предложение Живой пример, тот же самый, например, жилой комплекс «Радужный», который я продавал Продавал горячее предложение было Цена была 6 миллионов, 6,5 миллионов рублей Нет, купили за 12 Потому что люди не готовы покупать ниже рынка То же самое я могу привести очень много примеров Кватро я как-то продавал за 5 миллионов Нет, Кватро купили почти за 7 миллионов рублей Люди не готовы покупать горячее предложение То же самое жилой комплекс Я там свое время поставил Жилой комплекс «Дом» Ой, «Мелодия леса» Все равно Люди не готовы ничего покупать ниже рынка Даже сейчас я вам предлагаю «Вадли» За 3 миллиона 400 Очередь не выстраивается Покупает одни и те же свои, постоянно Те умные, которые делают деньги Понимаете? Я, например, сейчас решил взять и подбить Я не буду называть фамилии Но я вам скажу, сколько, например Вот такую статистику Сколько за прошлый год заработали мои инвестора Сколько они чистыми заработали За минус там комиссии, минус и все Минус расходов Сколько они чистыми заработали Вы, ребят, просто охереете Сколько просто денег там просто Как бы в Сочи можно заработать Вы просто как бы Скажите, нахрена они в Америку поехали Когда здесь можно заработать гораздо больше Ладно, ребят Вам всем хорошим настроением Всем добра и пока